Валерий Константинович, как Вы правы, на 100% согласны, обходы огромных хвойных деревьев, скорее всего, сделаны в Канаде. У них власть заботится о сохранении природы, в отличие от России. А Ваше объяснение водного баланса внутри дерева принципов всех хвойных, это просто открытие. Естественно, нет, дело в том, что я не хочу на себя лишнее братье, когда я, это было опять краем уха, да и никогда, я просто улавливаю, знаете как, я могу на страницу посмотреть, не читая ее, да, выловить сути дальше, это, допустим, книга, или это, работает телеза, а что надо, у меня уши сами, это, услышат и тогда обойтят, ну, то есть, как бы подсознание все уходит. А когда надо вылезать. Так вот, из нескольких десятков примеров, то есть, объяснений, возможно, и это было. Ничего не утверждаю, а то потом окажется, что плагиатором обзовут. Вот, просто, я как раз скачивал воду, и тут до меня дошло. Раз. А, это цепочка, фотография с Японии. Вот, она уникальна, по моим понятиям. Вот. Теперь, значит, это, ну, пожалуй, и, теперь мне не понятно, то ли сверху вниз листать, то ли снизу вверх. Так. А, это вчерашний, то есть, прошлый, вот, это вот, фотографии мы ее разбирали с вами. Тогда что-то пойдем дальше. Так, добрый вечер, привет с Алтая. Алтай, это очень интересно, как сказать, и это и можно, не Кавказ, а именно Алтай, помните, можно назвать и житницей, вот, и садом, и всем, всем угодно. Там все климаты есть, там якобы есть места, где температура не понижается ниже минус 20, уникальные места есть. Вот, это связано с горами, с ландшафтом. Там можно вырастить все. Там есть и паши, и там есть, это сам, пшеница, то самая сильная. Вот, но, к сожалению, когда-то мне, вот, уважаемая Светлана Лоскобила побывал там в командировке на Алтай. Ну, что такое Алтай? Это Барнавул, это институт имени Лисовенко. И вот он там, он же очень такой своеобразный товарищ, он исследователь. Наверное, последний в России, потому что других я не слышал. Он мне сказал, что после той страшной зимы до 45-48, там фактически сады были уничтожены, это было лет 10 назад. Страшную картину он там застал. Вот, но я боюсь, что еще не готовы были к этому. Потому что любое дерево, оно может быть совершенно здоровое. Их смотришь, как бывает, пара веток сухих, отрезал и дальше живет. А если оно уже было изначально больное, помните, корни, да? Ну, это придумать такое, выкопать саженец, отрезать корень, назвать это пикировкой и посадить его снова. Еще раз повторяю, берем саженец, это с 19 века пошло. Может, оно пошло и еще от этого, от Древнего Рима, я не знаю. Но печатные дела появились в массовом количестве, с 19 века. И там написано было, и перешло в 20-е, в 21-е. Пикировка, саженец выкопал, отрезал центральную корень, посадил. Цель улучшения корней. Вот все, что к кроне относится, это к корням. А почему я вдруг про это сказал? Потому что так обидно было, что на Алтае было страшное, вы можете подтвердить, что лет 10 назад на Алтае, ну, 8, на Алтае была страшнейшая зима, когда сады буквально косой смерти прошло. Для этого, чтобы такого не случилось, надо иметь здоровое дерево. Как в одной сискосении посадки саженца, и лучше ставить на весну. Дело в том, что любая посадка, она опасна. Осенью, когда вы садите, есть два срока. С листьями, так. Допустим, аккуратно пересадили. Отрезали верхнюю часть кроны по железу. Так, и оставшиеся листья, они тогда не опадают. Если целиком пересадить, они сразу рухнут, им не хватает влаги этим листьям, не хватает питания, они сразу рухнут. А каждый лист выкармит свою персональную почку. И почки не вызрели, а зимой поэтому они могут замерзнуть или стать неполноценными. Или там из 10 почек замерзнет 9. Получается, что с обрезкой можно, допустим, посадить первый вариант. Я всегда пересадки делал где-то в конце августа, допустим. До зимы время хватало. Он прекрасно приживается. И, как правило, в смертельном случае с абрикосами никогда они... Вот, потому что я только эти сливы тоже никогда... Я же культурными не выращивал с косточек, а эти полукультурные, а китайки там эти, маньчжурцы, абрикосы, вишни, они не замерзают. Они очень надежные. Только главное отрезать верхнюю половину кроны. Вот это очень важно. Лучше 2 трети очень. Это с листьями. Второй вариант. Дождаться, пока спадет лист. Он более даже безопасен. Почему? Лис полностью упал. Буквально завтра должен снег пойти. Ну, назовем это... Можно посадить. Но если еще окучить землей, посадить, находиться... Еще окучить по железу. Тогда получится практически безопасно. Он полностью вызрел. Лис бросил, значит почка вызрела. Лис уже не нужен. И вы взяли, пересадили, но еще до того, как схватило морозом. Или навалило снегу. Неплохой вариант. Фактически это называется пересадка, прикопка по железу. Если, конечно, добавить еще курганчик сверху. То есть не просто посадить. Знаете, как бывает у нас? Вместо снега мороз. А он же дохленький. То есть он же не бежился еще в землю. Вот тут он может погибнуть. А окучили землей? Там сантиметр, ну хотя бы 30 сантиметров. 40. Все. Саженец уже никогда не погибнет. Вот весной его пальчиками разгребли нормально. Теперь можно дождаться весны. Чем плохо весной? Мы ждем, когда оттаивает почва. Отстояние идет, сильное отставание. То есть, значит, нам нужно его посадить, а земля еще мерзает. Земля еще оттаивает, но уже вся природа уже проснулась. Вот этот момент, помните, я говорил, как косточки, допустим, когда садить. Только просыпается природа. И тогда получается все вовремя. Вот. Как правило, когда оттаивает земля, начинается сокодвижение. Так бы умудряется еще месяц спустя посадить. Этот месяц уже никогда не вернешь. Поэтому, если пересаживать весной, а, допустим, вариантов нет. Вы зимой решили сад завести. Вот она весна. Как можно раньше. Так уж когда вам припомните, я вам показал фотографию выше. Вот. И долбанное вот это самое, что в июле месяца продают. Как можно раньше, если решили весной. Каждый день экономите. Потому что этот день уже не вернется. Его никак не вернешь. У нас и так все деревья эмигранты культурные. Но мне так месяца два не хватает. Уж так исхитряться приходится. Так. Ну, как мог. Теперь. Калманова. Каланакова. Огромное спасибо за ваш опыт. Кольские ваши все взошли. Растюхили где-то 67 сантиметров. Вообще-то это перебор. Все у меня не бывает. Ну, ладно, верю. Так. Раз. Дальше. Вот они. Вот совершенно здоровые. Так. Я не знаю, где вы там живете. Вот честно. То есть я могу найти. Но в данном случае я просто удивляюсь чему. Вот на данный момент, да. Не найдете не это самое, искалеченных этих листьев. Я имею в виду искалеченные этим. Как это называется. Грибами и прочими. Вот. С этого момента. Вот они такие свеженькие, чистенькие, прекрасненькие. Вот. Ну, что ты будешь делать? Ну. С этого момента начинается издевательство над ними. Но уже не у вас, Светлана. Спасибо за эту фотографию. Я рад, что у вас сто процентов зашло. Ну, вот. А вот. О, питомцы. Ага, наш человек. О, красота какая. Если тут приглядеться, то тут тоже все в порядке. Ага, тут еще стрелочка. Ну-ка. Куда стрелочка ведет? Никуда. Ладно. Так, посмотрели. Дальше. О, лингер. Троцовик, спасибо за вашу консультацию. Больше никто реально на помощь не может. У меня беда. Мой сад пострадал детского вандализма. Четырехлетний ребенок ободрал абрикосы. Зеленые макушки, которых выглядывали из бутылок. Если шанс, то абрикосы прошутся боковые почки. Если не осталось, то ни листика. А там, где он пытался обломить побеги, я их выпрямила, зафиксировала. Вроде и на побег выжид, у него сох. Только может погибнуть от урагана. Ну, значит, от урагана вы еще дождитесь урагана. Пусть вас это не пугает. Так, значит. Здесь совершенно непонятно. А нет, вот вижу, вот он побег. Да, надо ждать. Если бы вы знали, насколько выносливые эти же абрикосы. Давайте тут посмотрим. А здесь я вижу целенькие листики. Листики вижу. И это было до того, может. Наверное, было до. А вот это, наверное, после. Короче, ждем. Не теряйте надежды. И вот, я рассказываю особый случай. Ну, пусть он касается ранетки. Они живучие, но ведь и абрикосы живучие. Итак, середина лета. Случилась иногорская срочнующая беда. Первый и последний случай за мои 35 лет наблюдений. Яблоньи с тысячи в садах, причем без системы, в черемушках, майне, в некоторых деревнях говорят, говорят, все яблоньи полностью потеряли лесу. Съели эти их гусеницы. Они стояли чистые скелеты. А был июль месяц. Конец июня, начало июля. Чистые скелеты. Все было съедено. Это было бешеное нашествие этих самых бабочек-капустниц. А их врагов, видимо, что-то они решили с ними не заниматься. Тысячи деревьев. Ехать было страшно по поселкам. Вот там Майна, Черемушки. Страшно было их. Что вы думаете? Часть садоводов взялась за пилы топоры. Вырубили. Мертвые. Вторые не успели. Покрылись листочками. И у меня одна из двух ранеток, великолепных ранеток, кстати, полностью была с теористики съедена для единого. Я не пытался бороться. Мне просто нехогда было. Восстановилась. Но в следующий год она, как ни в чем не бывало, через год. Она уже плодоносила прекрасные плоды. Но еще раз говорю, в середине июля не было ни одного листочка. А я же наблюдательный. Я сотни деревьев наблюдал. Часть срубили, а часть восстановилась полностью. В таких случаях дерево объявляет сос. И после этого оно восстанавливается, ну скажем так, ускоренными темпами. Пятилетка за три года. Есть такое выражение. Так, теперь я смотрю, это видимо Антон Валерьевич стрелкой шевелит. Помогает, наверное. Так, ладно. В общем, я как мог ответственного прождем. Ну, кончик. Кстати, теперь она сильно длинная уже получается. Вот тут где-нибудь отрежьте. Вот так. И замажьте. И ждите, когда восстановится. Конечно, сам способ в этих самых выращиваниях, в этих бутылках. Ну, что есть, то есть. Все, не буду придираться. Пойдем дальше. А здесь усердь похлеще, чем оторды зайцев. Ребенок ножницами обыдал кору. Нормальный ребенок. Если бы он не драл ножницами, это было бы уже не ребенок, а так. Ну, второго сорта. А у вас нормальный ребенок. Обыдал кору на взросом дереве диаметром 5 сантиметров. Я замазывал варом только раны. Кору стал вас не трогать. Затянутся ли эти страшные раны по вершу до вара. Так, какое дерево? Дерево пытается залечить само. Выпустило смолу. Но раны очень большие. Какая тактика по спасению? Смотрим. Так. Я, правда... Ага, видимо, вот здесь его замазать. Тут я замазанное не вижу. Так, что я скажу. Вот это дерево придется очень сильно обрезать. Я не знаю, что это отсюда не видать мне. Так, раны замазали, замазали. И где-то вот здесь вот, вот где-то вот здесь вот обрежьте. Не жалея. Осталось достаточно много боковых веток, которые сформируют новую крону. Почему? Потому что с такими ранами целиком выращивать дерево нет смысла. Оно будет страдать из-за этих ран. Оно будет меньше получать питание. Вот здесь отрежете. Вот здесь. И пусть себе это. Скорее всего оно восстановится. И не такое переживает. Ничего. Так, теперь попробуем вторую посмотреть. А, вы вот так замазали. Вы вроде бы замазали, но, во-первых, вы какой-то бар подозрительный. Так, как... Если вы замазали, то капитально. Вот уже вот так вот. Да, корову замазать нежелательно. Но вы, видимо, боялись кору задеть. Я же говорю, что кора гниет под этим. Все-таки другая крайность. Вы плохо замазали. Просто плохо. Замажьте. Ну, а что касается отрезать, я уже сказал. Получше замажьте. Но вар у вас какой-то это... У нас глины есть такие вары, как глина. А мне они не нравятся. Так. Хотя я ничего не утверждаю. Это надо пробовать. Как название роликов здесь в программе Тебелокации? Или, может быть, можно выложить ваш список по роликам с описанием каждого? Так, у меня этих роликов уже четыре сотни, наверное. Четвертая сотня. И вот. Я никак... Я вот, поверьте мне, у меня болят глаза. У меня... Я сижу, я потом стою, я не могу ходить. У меня нога отнимается. Вот. Я к чему говорю? Даже вот это для меня стало проблемой. И пересмотреть я не могу. Если кто-то другой это сделал, любом из вас вышлю. И, пожалуйста, кто-то может взять, за это основательно, профессионально, и взять и описать там, допустим, три совета в каком-то вебинаре. А у меня же еще фильмов полно, сотни. И получается, что вот именно эту работу должен кто-то сделать. Ну, какой-нибудь, назовем, волонтер. Кто-то из вас. Вот. А так советует хорошо, но у меня глаза уже, я потом ничего не вижу, когда выключу компьютер. В общем, беда. Я поэтому отвечаю уже здесь. Потому что я покажу. Ну, человек... Вот я сейчас не то, чтобы... А, нет, не буду. Короче, приходит письмо, а там куча вопросов. И я должен ответить подробно. Представляете, я буду пить письмо в ответ. Это пять-семь страниц. Все, я слепой. Отвечу на следующем вебинаре. И вот я так стараюсь. И вот ваша просьба, она для меня стала нереальной. Да, в одном, двух, трех есть обязательно. В роликах именно работа с этими самыми... С рамками. Я надеюсь, найдется, назовем его, волонтер, который возьмет и доделает до ума эти ролики, которые не расшифрованы. Ну, и когда приедет ко мне Савинич, вот мы дальше работаем в паре. Так, один из вопросов, который я подготовил, не вопросов, а продолжается учеба. Она же у меня это, как ее, на производственной практике. И я при ней возьму два электрода, я их уже приготовил, она будет снимать, я сделаю из них рамки. Я покажу стандартную, то есть обычную рамку, покажу, какие работать, последуем. То есть, эту работу мы будем продолжать. Теперь уже Савинич, потому что я хочу все это умение ей передать. Я померю, какое у нее биополе. Вот, если у меня биополе, у меня чувствую, что большое, потому что с маленьким биополем, как песня поется, таких не берут космонавты. Если слабое биополе, то садоводы получаются, мягко говоря, последствиями. А это интрига, пусть она меня слушает, пусть знает, что я приготовил. Вот, если человек, садовод, профессиональный, не умеет владеть рамками, это тот же врач, который не умеет укол поставить. Вот, это тот же хирург, который, это самое, может вести приемы, но не может вырезать аппендицит. Сейчас такие тоже есть, кстати. Так и садовод. Вот, если ты профессиональный садовод, ты не только не должен знать, что рамками можно определить болезни человека, рамками можно догадаться, понять, почему саженцы плохо растут или не растут. Вот, ты обязан это знать, это должны в институтах университет проходить. Просто они застыли на этом девятнадцатом веке, и как будто эти, в каких запорожках, говорю, как первый велосипед сделал человек, вот, два колеса и рамы, садился, ногами толкал, вместо цепной передачи. Вот это садоводство, тот же уровень до сих пор. Так, поехали дальше. На Алтае черешни нет, даже дюки не растут. Кстати, вырастить черешню можно, вот. А дюки, это вообще, скажем, в саду уже должны быть. Сейчас бодную работу пробовать, сошли три штуки, из-за стима, хочу ее привить, не вижу, что там было. Вот, вот наш человек. Вот вы и будете первым на Алтае. Так, живу в Барнауле. А Барнауле, это вообще, если пригород, то там вообще тепло. Должно, надеюсь. Собираюсь вам в видеотчет посадить, на следующей неделе отправлю. Давай, это здорово. Изображение на грибах зависло. Да, я на них остановился, на грибах. Так. А, у вас, может, и сейчас вы смотрите грибы, видите, не знаю я. Так, сегодня плохая связь с Сопроном. Валерий Красинович, я не стою удивляться, но сливы китайцы трехлетки вырастут из вашей костики. Не привиты. Но стоят все в плодах, разве не рано? Ха-ха-ха, попались. Да. Или железо вот это. Трипач. Два абрикоса, один сын мажор, все другое. Метропускай, тоже трехлетки, два шкотчика. Тоже не привиты, тоже с плодами. Плодоплодов немного. Я вот думаю, зачем заморачиваться с саженцем, если с косточек такой быстрый хороший результат. Или я рано радуюсь. Так вот, господа садоводы, Наталья. Во-первых, спасибо вам за это письмо. Я сколько раз говорил, что сеянцы, что трехлетки вообще в плодах. Это случается нечасто. И год вам повезло, и заморозки не убили, ну и так далее. Коротенький отчет. А то, и главное что, ну мы поверили вам, что через трехлетки плодоносит. Но другое дело, что еще качество какое. Вы же не забывайте, вы же у вас в САА. А зачем заморачиваться? Правильно? Ну вы получите 20-граммовое. А помните письмо, хочу шикарное, слово шикарное. А? Все люди разные. Вот. Ну в общем, хороший получился. Самое главное я сказал. Я боялся, что дослушайте меня до конца или нет. Но я должен был сказать, что почва без деревьев. Это страшная вещь, что деревья, они когда-то всю планету за это. Когда-то все стабилизировалось, все хуже, хуже, хуже. Мы сами убиваем природу, в которой живем. Это то, что мы ездим на шашлыки в лес и еще поджигаем, если даже не подожгли. Это еще не значит, что так будет всегда. Вот. Самое главное я сказал. Почва – это губка. Дерево – это насос. Это должны вот как с садика, ну не с садика, но со школы сразу, сразу, сразу внушить детям, внушить любой природе. Вот это я должен был сказать. Да, еще обращаясь, кто меня слышит, если еще кто-то слушает. Вот видите, мне нужна помощь в каком плане. Кто-то из вас, наверное, такого же уровня компьютерщика, как Павел Троценко, вы смотрите его ролики. То есть, мои ролики в их исполнении. Вот. Или, допустим, Сафронов. Раньше был Денисенко, не одну сотню сделал. Сейчас некому, все заняты. Может, кто-то найдется. Вот. Я пример привожу. Вот берется вот этот сегодняшний ролик, да. Вот. Берется первые 10-20 минут, которые касаются потопа. То, что я рассказывал про эти самые, про губки, про чем кончается. Малые потопы, когда тонет женщина в руще, которая по колено. Большие потопы, когда сносят дома. И люди без нищета на всю жизнь даже. Вот. И вот эти предатели, которых я упомянул, которые отдали это сам, всю тайгу выпилили. И тогда вода не смогла уйти на небо и стала скапливаться. Эти дожди полили на почву, на которой не была вода вовремя. А это, вот как промежуточная вот эта, как промежуточная инстанция, вот эта, когда вода в почве, в этой губке. Огромное количество воды. Миллиарды кубов. И вдруг глют дожди, а она не берет в себя влагу. Почему? Деревьев нету. Насосы все выпилены. Вот это страшно. Я прошу, может найдется среди тех, не знаю кто, кто обладает дожди. Просто возьмут, тут кусочек вырежут. И выставят его отдельным этим, ну, название вместе придумаем. Не губите дерева. Что-то в этом роде. Ради, это, уже не гнездышка, как врача, а ради нашей жизни. Вот так вот. До свидания, друзья. Наверное, и все. Наверное, я на все ответил. Вот, желаю вам иметь хорошие сады. И, Антон Валерьевич, если слышит меня, просьба прислать ролик. Вот. И хорошо бы еще одного помощника бы займеть в уровне Сафронова или Троценко, который смог бы монтировать фильмы, и я бы тогда больше их делал. До свидания. Спокойной ночи. Спокойной ночи.